Привет, меня зовут Максим, я в компании RedMod Robot занимаюсь организацией Android-разработки. Мы с Сашей, который делал предыдущий доклад, коллеги. Я делал проекты для банка открытия, для Beeline, для альфа-страхования, для крупных рутейлов, типа перекрестка, NVIDIA и прочее. Ну и вообще, мы в RedMod Robot занимаемся в основном заказной мобильной разработкой. Ну вот, очень большой отдел у нас, это именно Android-разработка. Я сегодня хотел с вами поговорить о такой штуке, как Java Memory Model, и что из нее должен знать Android-разработчик для того, чтобы у него все в жизни было хорошо. Вот из тех, кто пришел, кто слышал про Java Memory Model что-нибудь? Раз, два, три. Три руки, хорошо. Тогда такой небольшой экскурс. Java Memory Model — это не про выделение памяти. Да, то есть сегодня не будет разговоров о том, как работает Java garbage collector, о том, как у нас создаются объекты в хипе, там всякие ссылочные графы, викреференсы. Вот этого всего не будет. Вместо этого мы сегодня с вами поговорим о том, как работает многопоточный код на языке Java. Ну и посмотрим, как это на платформе Android выполняется. Потом еще будет ремарка насчет разницы между Java и Android. То есть мы вообще посмотрим, зачем нам нужна Java Memory Model. То есть это такая штука, которая есть на самом деле не во всех языках. То есть вот C++, например, очень долго не было просто Memory Model. C++ очень долго не было. Потом мы посмотрим на определенные правила, которые Java Memory Model накладывает на компиляторы, которые преобразуют Java код в какой-то байт-код для виртуальной машины. И под конец глянем на то, каким образом у нас по-разному может выполняться один и тот же код на языке Java. В зависимости от того, на каком реальном процессоре он запущен. Такая вот интересная штука по протечке абстракций. Начнем с исторической выкладки. Введите код. Просто если кому-то на задних рядах не видно, то, во-первых, можно поближе пересесть. Кода будет довольно много. Ну да, вдруг, потому что темновато, маленько. Как было, когда программирование только зарождалось? Программист брал, писал код. Вот он написал какой-то там метод, функцию. Функции, там какие-то четыре инструкции есть, которые что-то выполняют. И, соответственно, разработчик этого кода, он ожидал, что эти инструкции, они именно в таком порядке и выполнятся. Ну, потому что, вот он их так написал. То есть это естественный порядок, так называемый программный порядок. И все действия, они у нас вот упорядочены. И, соответственно, так мы ожидаем, что они и будут выполнены. И, в принципе, долгое время все так и шло, потому что, ну, это как бы логично, это ожидаемо, это круто и здорово и понятно. Потом для разработчиков-компиляторов, интерпретаторов и прочих тулзов, которые превращают ваш код на высокоуровневом языке в непосредственно исполняемый код ассемблера, у этих ребят возникло понимание, что разработчики не всегда пишут код оптимально с точки зрения того, как он потом будет выполняться на конкретной машине. И, соответственно, возникла идея, а давайте мы попробуем как-нибудь наш код оптимизировать. То есть вот разработчики его написали, там, может быть, что-то работает неоптимально. Мы хотим ускорить выполнение этого кода. И пришли к такой концепции, как реордеринг. Что это такое? У нас есть вот этот вот код, программа, которую мы написали. И для того, чтобы этот код выполнялся более эффективно, мы некоторые инструкции меняем местами. То есть вот смотрите, как было. У нас переменная L1 и L3, это, по сути, чтение каких-то там глобальных, условно глобальных, это могут быть переменные классы или еще что-то такое. Это чтение двух переменных A и B. И при этом L1 и L3, они друг от друга не зависят. То есть L1 читает A, L3 читает B. Эти две операции, они вообще могут быть выполнены друг от друга фактически в любом порядке. При этом операция чтения из памяти, она достаточно дорогая, потому что, ну, как бы, оперативная память, да, она не очень быстрая с точки зрения доступа. Ввели вот такую оптимизацию, сказали, давайте мы заранее как бы запустим две загрузки операций, а потом, две загрузки переменных, а потом с ними будем что-то делать. То есть вот L2 и L4, да, они потом как-то используют вот то, что получилось. L1 и L3, они между собой никак не взаимосвязаны. И вот такая штука, да, она как бы позволила достаточно серьезно ускорить перформанс. Это было очень такое прорывное и клевое изобретение в свое время, но, естественно, при этом были и определенные ограничения. То есть не всякие две конструкции можно было поменять местами с точки зрения того, что мы хотим увеличить скорость выполнения программы. Инструкция L2 зависит от инструкции L1, ну, потому что она говорит, что возьми то, что ты прочитал в L1 и прибавь 10. Поэтому семантически поменяв местами эти две инструкции, мы получаем полную бельберду. То есть сначала возьми то, что прочитал L1, а потом прочитай L1. Ну, бред какой-то. И вот эта штука, это ограничение на реордеринг, когда сказали, что реордеринг кода в одном потоке не должен ломать семантику выполнения в одном потоке. Тут как бы вся казуистика заключается именно вот в этой формулировке в одном потоке. То есть, ну, все мы знаем, что компьютеры раньше были процессорные, одноядерные, простые с архитектурной точки зрения. И там не было никаких сложных взаимодействий, просто был один поток, вот он фигачил все подряд. И, соответственно, мы говорим, что вот давайте оптимизировать с помощью реордеринга, но при этом менять семантику мы не можем. Менять семантику, определить, чтобы мы поменяли семантику в одном поточной программе, очень легко. Ну, то есть мы смотрим, что мы прочитали переменную после того, как ее использовали. Значит, семантика нарушилась. Все, очень просто. И, как бы, вот такое ограничение, оно для компиляторов понятно. То есть легко можно задать такие правила, как реордеринг нельзя в случае, когда мы оптимизируем в рамках одного потока. И все было здорово, реордеринг работал, все было хорошо. Дальше стало хуже. Сначала вот такая кратенькая вставочка, чтобы потом понятно было, что я объясняю. Это нотация записи некоторого многопоточного кода. Вот то, что вверху у нас написано, в этом случае, а равно b равно 0, это то действие, которое выполняется условно до того, как выполнится оба потока. Ну, то есть это, например, дефолтовые значения двух полей в классе. А в левой части, соответственно, это действия, которые выполняются в одном потоке. В правой части действия, которые выполняются в другом потоке. То есть вот у нас r1 и r2 – это некоторые локальные переменные. r1 – локальная переменная первого потока, r2 – локальная переменная второго потока. Соответственно, у нас первый поток читает значение А и записывает значение B. Второй поток читает наоборот значение B и тоже записывает наоборот, записывает значение А. И в качестве легкой тренировки, запустив программу вот такую, то есть сначала выполнив A равно B равно 0, а потом параллельно запустив два вот таких вот потока, что в итоге может быть в R1 и R2? Какие у нас возможные значения? 1, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 1 может быть? Да. Ну да, то есть здесь у нас могут быть в принципе любые значения, потому что эти два потока, они как бы никак друг с другом не взаимодействуют. То есть они просто читают какую-то переменную из памяти, пишут друг друг друга, друг про друга вообще ничего не знают. Но вот мы такую аннотацию сейчас будем использовать. Итак, возвращаемся к реордерингу. Эта концепция хорошо зарекомендовала себя на однопоточной среде. И, ну, естественно, по первости ее пытались в многопоточной среде тоже применять. И получили интересный результат. То, что не ломает семантику в однопоточной среде, в многопоточной среде ее очень даже хорошо ломает. Вот такой вот пример кода. То есть пока просто на правый поток смотрим, что у нас там происходит. B равно 1, A равно 1. A и B это также у нас, ну, представьте, что это какие-то поля класса. Вот B равно 1, A равно 1 или A равно 1. B равно 1 с точки зрения второго потока абсолютно идентичные семантические выражения. Потому что это просто две независимых записи в какую-то внешнюю переменную. Поэтому если у нас компилятор оптимизирует наш код в рамках семантики одного потока, он может взять и поменять местами эти две операции. Что у нас делает левый поток? Левый поток, он просто по очереди читает эти два значения. То есть правый пишет, левый читает. В принципе, левый точно так же может зареордериться, но это как бы мы опустим, чтобы не было сейчас сильно сложно. Что получаем? Изначально мы могли получить значение 0, 0. Это в том случае, если у нас сначала выполнился весь левый поток, а только потом правый выполнился. Могли получить значение 1, 1. Это наоборот. Если у нас B равно 1 выполнилось, A равно 1 выполнилось, и только потом у нас присваивание R1 и R2 выполнилось. Тогда у нас получалось значение 1, 1. Могли получить 0, 1. 0, 1 получали, если у нас выполнилась первая инструкция от второго потока, потом весь первый поток, и потом вторая инструкция от второго потока. То есть как бы прерывалось выполнение второго потока ради того, чтобы выполнить первый. Так вот, других вариантов у нас быть не могло. Вариант 1.0 был невозможен, потому что, ну, как бы, если A равно 1, значит, B равно 1 тоже выполнилось. Как иначе это может быть? Иначе быть может. Второй поток с точки зрения оптимизации мог взять и поменять порядок выполнения вот этих двух операций. В итоге семантика нарушилась, да, то есть когда, вот сейчас я говорю, семантика нарушилась, это значит, что мы получили какой-то результат, который мы не ожидали получить до этого. Да, то есть вот в нормальном процессе выполнения, если ничего не реордерить, ничего не оптимизировать, у нас есть некоторое множество результатов, а если оптимизировать, у нас внезапно это множество результатов берет и расширяется. Это как раз-таки, в общем, ну, достаточно грубое нарушение семантики. И вот, собственно, у нас проблема. Мы умеем хорошо оптимизировать в рамках одного потока. Мы знаем, что если мы оптимизируем в рамках нескольких потоков, то эта же техника не работает. Что нам хочется? Нам хочется, чтобы мы могли между действиями в разных потоках задать какой-то порядок. Мы хотим, чтобы у нас действие в одном потоке всегда выполнялось до или после некоего действия в другом потоке. В таком случае мы что могли бы сделать? Мы могли бы, вот, например, если у нас была какая-то такая техника, мы могли бы сказать, что я хочу, чтобы у нас R2 равно B, оно вот всегда должно выполняться после A равно 1. И тогда у нас порядок бы сохранился. Но, как бы, вот пока что, да, в нашем историческом контексте у нас такого нет действия. Мы хотим задать какое-то действие какое-то, какое-то отношение. Мы хотим сказать, что вот между действиями в потоках должен быть порядок. И, собственно, если вы пишете код на Java, кто здесь пишет код на Java? Так, отлично, отлично, это уже лучше. То вы наверняка писали синхронайз секции. Когда вы пишете там синхронайз, скобочка какой-нибудь объект, потом фигурная скобка открывается, бизнес-логика, фигурная скобка закрывается. Вот на самом деле в этот момент что происходит? Когда вы пишете синхронайз, то система захватывает некоторый неразделяемый объект вот на том потоке, на котором вы стоите. Потом этот же поток выполняет ту секцию, и когда у вас фигурная скобочка закрывается, то там на самом деле эта секция, она как бы отпускается, и любой другой поток может прийти и выполнить эту секцию. Что это значит в терминах вот того самого порядка, о котором я говорил? Мы получили возможность задать некоторый, ну, частичный, по крайней мере, но порядок между действиями. Мы говорим, что второй поток, он обязан выполняться только после того, как первый поток закончит свое выполнение. Ну, реально здесь возможны два варианта. Тут может либо второй поток прийти первый, либо первый прийти до второго. Но раз уж у нас первый поток пришел, то второй поток не может взять и сделать монитор лог, например, пока первый поток делает свой экшен внутри синхронайз секции. Это как бы хрестоматийное объяснение синхронайз блока. Его может выполнять одновременно только один поток. Но физически оно задается вот это вот правило именно так. У нас есть некоторое действие, которое обязано выполниться до другого действия. То есть у нас монитор Unlock должен выполниться до того, как мы снова сделаем монитор лог. Вот. Это то, как это работает в Java. Ну, вот теперь, когда Java уже выросла, когда в ней два раза написали Java Memory Model, вот, теперь все здорово, все хорошо, все работает. Как, собственно, до жизни до такой мы дошли? Нет, пардон. Еще один информативный слайд, да? То есть основная проблема в многопоточных программах – это состояние гонки. Состояние гонки – это когда у нас есть некоторая разделяемая память. Ну, например, возьмем, опять же, тоже поле в классе, да? И у нас эту разделяемую память. Один поток читает, другой поток пишет. И если эти два действия между собой не упорядочены, да, то есть вот нет такой вот стрелочки между двумя потоками, что там читает до того, как пишет, или пишет до того, как читает. Если такого порядка нет, то у нас возникает ситуация гонки. Ну, ситуация гонки, она фактически значит, что, ну, может произойти что угодно. Может прочитаться любое значение, записаться может либо до чтения, либо после, либо вообще непонятно как. Это вот, собственно, вот она вот, ситуация гонки. То есть у нас чтение в одном потоке, запись в другом, порядка нет. А семантика таких программ, она обычно очень сложна. То есть если у вас есть многопоточная программа, то вы, как правило, старайтесь там везде развешивать синхронайсты какие-то, чтобы это было, ну, как-то более-менее упорядочено, да? Потому что если вы не развешиваете синхронайст, то у вас два потока могут одновременно выполнить критическую секцию. Ну, это, соответственно, ошибка семантическая. Вот. Соответственно, наша задача в чем? Мы не хотим, чтобы у нас в программе были дата рейсы. Вот программа без дата рейсов – это хорошая программа. Она работает просто, понятно и для разработчиков вполне предсказуема. Если у вас в программе дата рейсы есть, то ее, во-первых, очень тяжело отлаживать, потому что мультипоточные баги, они возникают не всегда. То есть иногда у вас один поток выполнится вперед другого, а в другом запуске у вас наоборот второй поток выполнится вперед первой. Соответственно, баг он то есть, но нет, его еще надо умудриться отловить. А дебажить многопоточное приложение – это вообще кошмар. Так вот, у нас есть, значит, такое требование. Мы хотим избавиться от дата рейсов. И люди, которые проектировали язык Java, можете не читать, я сейчас перескажу. Это формальное определение, что такое Memory Model из документа, который специфицирует язык Java в разделе Java Memory Model. Если вкратце, что здесь написано? Здесь написано, что Memory Model – это такая функция, которая берет на вход нашу исходную программу, вот как ее программист написал, вот прям порядок именно такой, и также берет на вход некоторую оптимизированную программу, то есть ту, которую компилятор хочет выполнить вместо написанной, потому что он считает, что так программа будет работать эффективнее. И вот Memory Model берет эти две штуки, эти два порядка, и говорит, можно так сделать или нет. То есть можем ли мы вот так оптимизировать нашу программу, чтобы она, ну вот изначально, будь написана по-другому, вот так выполнялась. Соответственно, это как бы основная цель любой Memory Model, ну и в частности Java Memory Model, объяснить нам, может ли произойти вот такая оптимизация. На практике это что для нас значит? Для нас это значит, что какие косяки могут быть в нашей программе. То есть что компилятор может сделать, как он может извратиться над нашей программой, как он может ее, ну, для нас, да, как бы семантически испортить. Она будет работать не так, как мы хотим. И, соответственно, как нам заставить компилятор работать так, как мы все-таки хотим от него. Если, так, окинусь взглядом все, что написано в этом документе, GSR-133, кто хочет как бы погрузиться так полноценно в тему, возьмите, посчитайте, там 25 страниц. В принципе, ну, не самое легкое чтиво, но, как бы, интересно и, я думаю, что полезно. Java Memory Model говорит, что компилятор может программу как угодно собрать, но есть ряд запрещенных оптимизаций. Соответственно, у нас вполне реальная ситуация, когда у нас то программа по одному собирается, то по другому. То есть если у нас в программе есть состояние гонки, то там реально она может собраться так, что сначала будет выполняться один кейс, то, что сначала будет выполняться другой кейс. Сейчас небольшой такой автопик насчет вот компиляторов, перекомпиляции и прочего. Когда я говорю компилятор, я не имею в виду там Java или Jack или еще что-нибудь, я имею в виду всю систему, по которой проходит ваш Java код до того момента, как он выполнится, ну, непосредственно вот на процессоре. То есть это в том числе и Ahead of Time Compilation, да, то есть вот когда вы ставите приложение на операционную систему Android, сейчас там на версию 5.0.6.0, то она у вас собирается, программа, в ассемблерный код. Это так называемая Ahead of Time Compilation. Также еще для Java очень сильно распространена Just-in-Time Compilation. Это значит, что когда вы ставите программу, она просто вот так в байт-коде лежит, и когда вы ее запускаете, она начинает компилироваться в непосредственный ассемблерный код. В Android N будет по-другому. Там будет гибрид между Ahead of Time Compilation и Just-in-Time Compilation. То есть там ваша программа будет пересобираться, ну, про частоту я не скажу, но, короче, несколько раз ваша программа будет пересобираться. Она будет профилироваться на тему того, насколько часто запускаются какие-то методы. Эти методы будут пытаться оптимизироваться, инлайниться, еще раз пересобираться, еще раз профилироваться и так, пока этот процесс не сойдется. То есть, начиная с Android N, как бы, вот вся эта кухня, она будет еще более частой. Поэтому, как бы, будьте готовы к тому, да, что ваша программа, она может собраться совершенно в разных сетапах. Вот, и, соответственно, GMM говорит, что программа может собраться в любом порядке, кроме тех порядков, которые явно запрещены. Что же насчет тех порядков, которые запрещены? Для того, чтобы их как-то задать, вводится такая штука, как модель Happens Before. Сейчас мы ее более детально рассмотрим. Но, вкратце, да, это вот такая вот система, которая говорит, ну, вот такие вот оптимизации делать нельзя. Есть с Happens Before одна проблема, которую решили тем, что поверх Happens Before еще наложили, так называемую, модель causality или причинности. Вот, ее мы сегодня, к сожалению, не рассмотрим, потому что времени очень мало, а это прям совсем-сосемь хардовая тема. Кроме этого, в GMM есть еще, например, такие штуки, как гарантии по final полям, как они видимы в разных потоках, про атомарность чтения, про то, что у вас там инструкции для чтения лонгов и даблов, они не атомарные. Если кто не знал, да, то как бы инты вы можете спокойно читать в любом потоке, а лонги и даблы, они могут порваться посередине. Вот, но давайте посмотрим конкретно на моделях Happens Before. Собственно, модель на самом деле очень простая. В Java Memory Model нам говорится, что некоторые действия обязаны происходить до других действий. И это что значит? Что компилятор, собирая наш код, он может выполнять любые оптимизации по реордерингу, переставляя их, как ему хочется, операции в нашем коде. Но вот такие порядки он менять не может. То есть не может быть такое, что, например, вот у вас в ходе есть Thread Start, вы запускаете какой-то поток. Этот Thread Start всегда выполнится до того, как выполнится первое действие в этом потоке. Никакая оптимизация валидного компилятора, а мы пользуемся валидными компиляторами, не позволит сначала выполниться первому методу в потоке, а потом выполниться старту этого же потока. Кроме этого, есть еще ряд вот таких вот happens-before взаимоотношений между какими-то действиями. И есть еще в этой модели такая штука, как видимость. То есть почему это вообще все называется Memory Model? Откуда это Memory? Название пришло из той концепции, что GMM в том числе отвечает на вопрос, может ли какое-то конкретное чтение в нашем коде увидеть какую-то запись тоже в нашем коде. То есть мы где-то взяли и написали там x равно 5, и где-то пишем r1 равно x. Вот это вот x равно 5, оно может у нас прочитаться, когда мы пишем r равно x, или не может? То есть вот на этом примере у нас r1, оно могло прочитать как 1, так и 0. То есть у нас обе этих записи, они видимы в точке r1 равно a. Вот про эту видимость идет речь. Поэтому это, собственно, и называется Memory Model, потому что она говорит, что из памяти мы можем увидеть в каком-то конкретном чтении. Так вот. И, собственно, тут тоже все очень просто. Модель Happens Before, она говорит что? Что чтобы чтение увидело запись, во-первых, чтение не должно стоять после этой записи. Это логично. Ну, то есть если вы записали переменную после того, как вы ее прочитали, то вы эту запись, конечно, не увидите. Ожидаемо. Также, если вы между одной записью и чтением ставили другую запись, то первая запись тоже будет не видна. Но это тоже довольно просто. То есть если вы написали x равно 1, y равно x, то вы прочитали 1. Если вы написали x равно 1, x равно 2, y равно x, то, соответственно, вы не увидите уже x равно 1, потому что x равно 2 заменила. Мы сейчас на примере посмотрим. Вы так пока сильно не грузите. Но по сути, да, то есть вот такая штука, она задает видимость между какими-то чтениями, какими-то записями. И, кроме того, по модели happens before, все действия в потоке, они упорядочены в том порядке, в котором они написаны. То есть первое действие происходит, до того, как происходит второе действие, второе действие происходит, до того, как происходит третье действие и так далее. Тут возникает вопрос, как бы, что-то у нас получается, что все как-то очень сильно упорядочено. Как же мы оптимизировать-то будем? Все одно до другого, да, там в потоке все упорядочено. И здесь есть такой маленький подвох хитрый, да. Модель happens before, она не говорит о том, что действия, которые связаны отношением happens before, реально во времени произойдут вот в таком порядке. Вот это очень важно понимать, да. То есть у нас, несмотря на то, что действия, как бы, одно happens before, другое, на самом деле они могут произойти в другом порядке. В каком случае такое может быть? Вот у нас есть, да, требование видимости. Мы говорим, что вот у нас какой-то read, может увидеть какой-то write, вот если было вот такое. Если после реордеринга вот это не меняется, то реордеринг можно применить. То есть если у нас видимость чтений сохраняется такая же, видимость записи, сохраняется такая же, как и была до реордеринга, то это нормальное поведение. Соответственно, внутри потока у нас тоже могут быть оптимизации. То есть если вы напишите x равно 1, x равно 2, x равно 3, y равно x, да, то x равно 1, x равно 2, хотя они как бы в коде идут до x равно 3, и вроде как happens before, они вообще могут не выполниться. Ну или, скажем, они могут выполниться в другом порядке. Потому что нам в этом коде без разницы. Нам важно, что x равно 3, это наша последняя запись. А в каком порядке предыдущие два write выполнились, у нас совершенно пиолетово, потому что все равно видимость этих двух write, она нулевая. Чтение у нас увидит только тройка. Поэтому эти два write могут быть за реордеринг. Ну и, соответственно, таким образом у нас работает оптимизация в этой модели. Немножко примеров. Давайте так это. Пожестили, хватит. Вот у нас есть два потока. Предположим, у нас в каждом потоке есть синхронная секция какая-то. Синхронная секция по одному и тому же объекту. Первый поток что делает? Первый поток берет и пишет в какую-то разделяемую память два значения. x равно 1, x равно 2. Потом он критическую секцию закрывает и говорит x равно 3. Ну, то есть сначала он два значения в синхронной блоке записал, третье значение он записал в несинхронной блоке. Второй поток сначала читает, ну, сначала вообще как бы с самого начала читает значения этой переменной, которую пишет первый поток, а потом в синхронной секции еще раз читает это значение. Опять же, мы помним, что у нас можно сначала первый выполнить, потом второй, может выполнить сначала второй, потом первый поток. Но вот мы рассматриваем модель, когда у нас сначала первый поток начал выполняться. Вот второй поток начинается с того, что пытается сочетать значения переменной x. Что он может здесь увидеть? Какие значения ему доступны? То есть, поскольку у нас между всеми этими тремя записями и a равно x горизонтальных стрелочек нет, это что значит? Что порядка между тем, что происходит в первом потоке и во втором, до вот этого монитор-лога, нет никакого. Соответственно, a равно x, оно может увидеть как непроинициализированный x, ну, будь там он равен 0, 1 или еще что-нибудь, да? Так оно и может увидеть x равное 1, x равное 2, x равное 3 может увидеть. Любое значение может быть увеличено, потому что у нас нет порядка. То есть, вот до a равно x и в эту, собственно, операцию у нас никаких горизонтальных стрелок не идет. Поэтому видимость, по сути, любая. А вот для переменной b получится уже другой результат. Вот, собственно, чем мы можем увидеть там. Так, ну, у нас пока, если объединить множество ответов, получается такое же, как и для a. Так, а почему? А почему? Да, то есть, на самом деле, здесь мы можем увидеть или два, или три. Ну, два мы можем увидеть, если мы реально начали выполняться после того, как отпустили лог. Три мы можем увидеть, если, например, у нас весь первый поток выполнился, а потом второй поток выполнился. Почему это вообще так работает? Вот эти белые стрелочки, это на самом деле happens before. То есть, мы знаем, что в потоке у нас каждое действие happens before, другое действие. Это логично, да? Также мы знаем, что monitor lock, точнее, monitor unlock happens before, monitor lock. То есть, в итоге, все вот эти белые стрелочки, это отношение happens before. И раз уж у нас отношение x равное 1 и b равное x связаны happens before, то у нас вступает вот эта вот штука, силу. То есть, у нас, если есть один write, потом другой write, а потом read, и между всеми, между ними, есть белые стрелочки, то первый write увидеть нельзя. Вот, собственно, тут это так и работает. Первый write, второй write, и вон b равно x это read. Все они связаны между собой happens before. Ну, раньше, чем x равно 3, оно может, да. А вот это нет. То есть, вот смотри, то, что я сказал насчет того, что у нас вот эта семантика ломаться не может. То есть, у нас reordering доступен до той поры, пока у нас не меняется видимость. То есть, вот забудем про reordering, да, вообще выкинули пока из головы. По reorderingу, по happens before, если у нас между read и write встал другой write, то первый write не виден. И вот это вот должно сохраняться в любой оптимизации. Соответственно, здесь мы x равное 1 не можем увидеть, потому что оптимизация x равная 2, а потом x равная 1 является невалидной, потому что она меняет видимость. Вот, такая штука получается. Собственно, возникает вопрос. Ну, мы вроде как задали какой-то порядок, у нас вроде как получилось там разделить доступ, там, синхронная секция, все дела. Все ли хорошо? То есть, ну, мы знаем, что если мы напишем код, там, синхронная секция, то он выполнится точно в одном потоке, это реально работает. И это работает, ну, вот, в том числе потому что есть модель happens before. Так ли все замечательно и можно ли на этом остановиться? Смотрите, что здесь происходит. Еще один пример кода. У нас есть два, ну, каких-то там, int, допустим, да. Левый поток, он берет, читает один int, смотрит, если он не нулевой, то присваивает второй int. Правый поток делает наоборот. Он читает второй int, если второй int не нул, то он делает первый int единицы. По логике вещей, здесь какой допустимый результат? 0,0. Да, логично. То есть, мы запускаем как бы две секции кода, ну, они друг друга залочили. То есть, у нас никогда эти присваивания b равно 1 и a равно 1 не выполнятся. Это логично, потому что у нас всегда эти значения нулы. Ну, там, нули, да, и ничего не должно поменяться. Вроде как. Но хитрый компилятор может сделать вот так. Вот, сейчас следите за руками. Что было написано? Если r1 не равно 0, то тогда b равно 1. Компилятор подумал, а давайте-ка я сразу напишу b равно 1, а потом, если условие все-таки выполнится, то я откачу значение на то, которое было до этого. Ну, то есть, он видит, что у нас значение всего бывает 0 и 1. Да, то есть, тут не может быть 5, 10 или еще что-то такое. Вот эта, кстати, штука, она, ну, предсказание ветвлений, достаточно частая оптимизация. То есть, если у вас в коде есть какой-то if, то, в принципе, велика вероятность, что компилятор на какой-то итерации сборки он возьмет и вот таким образом инвертирует ваш код, потому что предположит, что он, скорее всего, выполнится. Да? Это спекулятивная оптимизация. Ну, скажем так, я надеюсь, что мы не пользуемся компиляторами, которые делают вот так. Ну, более того, валидный Java компилятор так и не может делать, но я сейчас объясню, почему. Но, в принципе, фишка в чем? То есть, модель Happens Before, она вот такое не запрещает. Java Memory Model говорит, что оптимизировать можно как угодно до тех пор, пока это не запрещено. Вот Happens Before это не запрещает. Соответственно, это валидный код. Он, ну, как бы, может выполниться, если наш компилятор ограничен только моделью Happens Before. Вот эта фигня называется Out of thin air values. То есть, значение, полученное, ну, буквально, просто из воздуха. Не было у нас здесь B равно 1. Взял, компилятор написал. Что за ерунда? И у нас получилась лишняя ситуация гонки. То есть, до этого гонки не было. Чтение и записи, они как бы были изолированы, потому что у нас, ну, никогда записи не было, фактически. А тут фигакс и компилятор у нас добавил записи. То есть, у нас получается, слева запись B равно 1, справа чтение R2 равно B. У нас не volatile, нет синхронизм, нифига нет. Соответственно, ну, как бы, вот у нас состояние гонки, семантическая ошибка, и внезапно там может получиться результат 0.1, например. А если еще и правый поток также оптимизирует, то там вообще вакханаля начинается. И вот, собственно, такая серьезная достаточно проблема возникла. И эту проблему решают по-разному. То есть, в тех языках, в которых тоже есть какая-никакая Memory Model, по-разному подходит. Например, если вы посчитаете про Memory Model C Sharp, то там создатели что написали? Они написали, уважаемые люди, которые пишут компиляторы, не делайте так. Вот не надо, пожалуйста. Out of the air это плохо. Ну и как бы все. То есть, надеяться на то, что таких спекулятивных оптимизаций не будет. Создатели Java, они пошли подальше, и написали формальную спецификацию того, какие все-таки у нас допустимые преобразования. Получилась такая модель, как causality, причинность. То есть у нас фишка в чем? Что вот на этом слайде у нас присваивание B равно 1, оно является причиной присваивания A равно 1. А присваивание A равно 1 является причиной присваивания B равно 1. То есть здесь есть такое понятие, как самосбывающееся пророчество. То есть как бы код сам себя подтверждает, получается. То есть причиной сломается. И ввели такое понятие. Оно, ну, в общем, достаточно сложное. То есть состоит в том, что весь код перед тем, как вот выполнится, компилятор должен его разбить на некоторые коммиты. То есть он берет и говорит, ну, вот этот кусок, вот этот кусок я выполню сначала, потом вот этот, вот этот, потом вот этот, вот этот. Ну, понятно, что там happens before модель сохраняется, все это есть. И, соответственно, таким образом мы избавляемся от вот таких проблем. Понятно, что сейчас таким образом это прозвучало как, ну, с помощью какой-то магии, потому что это нифига не объясняет, каким образом мы избавляемся. Вот. Но, честно сказать, просто сейчас нет времени полностью рассказывать по залите. Ну, в общем, есть такая специальная штука, которая запрещает подобные преобразования, поэтому их быть не может. Вот. Теперь пойдем дальше. Это то, что у нас все, что раньше было, да, сказано. Это то, что написано в официальной документации по Java Memory Model. И тут возникает как бы вопрос. Ну, хорошо, Java Memory Model, да, она как бы верна для языка Java и виртуальной машины Java. А мы работаем на Dalvik. Ну, мы еще можем работать на Arty, и еще у нас будет новый рантайм в Android N. Но, по сути, это все равно как бы под капотом это тот же самый Dalvik. То есть, Artyom просто делает Ahead of Time compilation, поэтому у вас он работает побыстрее. Но принципиально ничего не поменялось. И, соответственно, возникает вопрос, а как бы, ну, насколько для нас это все релеванно? Потому что мы запускаемся на другой виртуальной машине, да. Много раз, много где было сказано, что Android — это не Java. Не надо их, пожалуйста, отождественно друг к другу приравнивать. Поэтому я специально спросил у ребят, которые делают рантайм андроидовский. Они сказали, что Java Memory Model тут точно такая же. То есть вот эта часть вообще никак не отличается от взрослой Java. Но при этом есть такие моменты, которые в Java Memory Model, они не прописаны, но для нас они достаточно важны. В принципе, разработчики взрослой Java тоже сталкиваются с этими же моментами, но гораздо реже. И я сейчас объясню, почему. Вот, ну, я тут, TMM — это такой, типа, Dalvik Memory Model, да, он, можно сказать, себя по-разному ведет, в зависимости от того, на какой архитектуре он запущен. То есть, ну, все мы знаем, что Java write once, debug everywhere, да, но, в общем, здесь у нас есть явное протекание этой абстракции. То есть у нас в зависимости от платформы меняется поведение программы. Как это работает? Что Dalvik — это Java, и вот это вот все? Ну да. Ну, там, в общем, сейчас грядут изменения OpenJDK и все такое. Вот. Да, вернемся к теме. Когда ваш красивый Java код проходит горнила сборов класс-файлов, сборов DEX-файлов, компиляции в ассемблерной инструкции, то в нем появляются такие штуки, как memory barriere. Memory barriere — это ассемблерная инструкция, которая говорит, собственно, самому процессору, что те инструкции, которые стоят по две стороны от нее, там, сверху и снизу, да, их нельзя менять местами. Ну, барьеры бывают разного вида, да, то есть они бывают, что изолируют один write от другого write, read от write, write от read, ну, в общем, тут они все нарисованы. Углубляться сейчас не буду в механику этого, но это, по сути, то, что превращается в ваш синхронайст в тот момент, когда программа выполняется уже на процессоре. И тут есть разное поведение для процессоров ARM и для x86. Ну, это как бы две наиболее популярные архитектуры сейчас для андроид-устройств. И на x86 сама архитектура процессора вам гарантирует, что если у вас написано, например, два чтения или две записи переменных, да, каких-то, то они всегда выполнятся в таком порядке, в котором они написаны. То есть в этом смысле у вас есть четкая гарантия именно от самого процессора. На ARM-ах такого нет. И это, на самом деле, достаточно серьезная проблема, потому что ARM-ы, они по архитектуре близки к PowerPC, и почти все джависты, они радуются, что PowerPC уже там загибается или загнулся, в общем, потому что у них теперь только клевый там x64 и x86. Для нас это как бы каждодневная боль. То есть многие библиотеки, которые вы берете, которые написаны были для Java, они на самом деле чаще всего тестировались только на 32-64-й архитектуре. Поэтому у них внутри, если есть какая-то многопоточность, то скорее всего предполагается, что никогда не будет реордеринга между чтениями и записями. Ну а мы-то их берем и запускаем на ARM-е, и, соответственно, у нас это может вызвать в итоге какую-то проблему. Поэтому с этим нужно быть аккуратным, если вы берете эти библиотеки, которые под Android особо не тестировались и не использовались. Потому что если там внутри есть многопоточность, это может вызвать баги. Что происходит, когда у нас нет никаких барьеров? Ну это примерно то же самое, что было где-то там на первых слайдах. У нас есть два флажка A и B, и у нас сделана такая типа потока безопасности. У нас есть какая-то критическая секция. Критическая секция, она должна только в одном потоке выполняться. Соответственно, каждый поток что делает? Он берет... Так, простите. Он берет, ставит свой флажок в true, ну типа я занят, и читает флажок другого потока. Если второй поток не сказал к этому моменту я занят, то первый поток начинает выполнение. Ну и наоборот. У них какой-то есть для каждого потока булевый флаг, и они проверяют этот булевый флаг друг у друга. Естественно, все может сломаться. То есть вот это вот чтение и запись флага, они просто местами поменялись. То есть сначала мы взяли, прочитали чужой флаг, только потом записали свой. Соответственно... Что же такое? Что ты ставишь? Соответственно, и другой поток сделал то же самое. И в итоге у нас критическая секция выполнилась в два раза. Ну, это, в принципе, мы знаем, это было там на предыдущих слайдах. То есть у нас, ну, две операции зареордерились. Все плохо. Но хорошо. Потому что все плохо на обеих архитектурах. И это мы найдем достаточно быстро. Да, еще фишка такая. Если вы, например, пользуетесь Genimotion или там новым Android-эмулятором, как вот он идет из коробки, то, скорее всего, вы реально запускаете свой код на архитектуре X64, потому что, ну, едва ли ваш персональный компьютер работает на арме. А это значит, что фактически весь код гоняется, ну, как бы на 64-х процессорах, хотя реально большая часть телефонов все-таки поддерживает сейчас арморную архитектуру. И это вот на любых архитектурах сломается. А если у нас есть вот такой код, то есть левый поток что делает? Он пишет какой-то Business Value 41 и ставит флажок. B равно 1. Правый поток, он сидит и ждет, когда же у нас B уже перестанет быть нулем. И раз, B перестал быть нулем, и мы прочитали Business Value. Ну, предполагается, что мы прочитали 41. Вот то, что у нас находится слева, это два райта. Вот на архитектуре X86 они всегда выполнятся так. Никогда они не поменяются местами. А на армах могут. То есть на армах может вот такая вот магия произойти. Мы взяли и сначала записали флажок, а потом записали какой-то Business Value. Соответственно, у нас как бы loop until проскочил, мы берем такие, считаем R1 равно A, а там у нас 0. Ну, а мы ожидали видеть 41. Вот. Ну и, соответственно, как бы на 86, если вы запустите там на эмуляторе, на GenMotion, то вы просто такого никогда не поймаете. А на девайсе может быть. Вот. При этом есть одна штука, которая на армах тоже упорядочивает чтение. Это такая вещь, которая называется адресная зависимость. Вот если, ну сейчас я сначала идею скажу, потом объясню, как это работает. Если у вас чтение переменной зависит от чтения какого-то предыдущего, то тогда эти две операции, они тоже не реордерятся. А зависит оно в каком случае? А зависит оно, например, когда вам нужно прочитать n элемент массива. Вы сначала считываете значение n, а потом считываете значение n-ного элемента. Логично, что считывание n-ного элемента может произойти только после того, как вы это само n считали. В принципе, то же самое верно и для считывания, например, какого-то поля класса. То есть вот здесь вот вводится такая новая аннотация записи. Это a плюс что-то там. Вот кто на c и c плюс плюс писал, должен знать, что это значит. То есть у нас есть некоторый базовый указатель. А, например, начало массива. И мы делаем сдвиг на 8 попугаев. Ну пусть это будет байт, например. И, соответственно, у нас левый поток он берет и в это вот a плюс 8 берет и что-то пишет. Ну и потом ставит флаг, а правый поток он потом из этого считает. И вот это тоже может зареордериться. То есть у нас реально сначала может выполниться r1 равно 8, r2 равно a плюс r1, а потом будет крутиться цикл. То есть у нас компилятор посмотрит, что ага, в цикле-то мы вообще никак не используем те значения, которые потом у нас идут. И те, которые потом идут, они вообще никак не используют значения цикла. Поэтому мы просто берем, сначала записываем, ну а потом сидим цикл, крутим, как бы компилятор решил, что вот скорее всего так будет. А если мы, вот видите разницу, да? Оп, оп, вот налево не смотрите, он скачет, так не должно быть. А справа там плюс r0 появляется. Но как только мы говорим, что значение вот это вот a плюс r1, вот это r1 зависит от того, что мы прочитали раньше, у нас внезапно появляется порядок. То есть в таком случае у нас просто не может справа ничего зареордериться, потому что чтение итоговое, r2, оно вот зависит от всего, что до этого произошло. То есть и на армах, и на x86, если у вас идет чтение, например, какого-то массива, то оно вот всегда выполнится в таком порядке. Это такие основные моменты. Плюс, да, есть еще такой маленький тоже нюанс. Надо помнить, что вот все эти зависимости, они не являются транзитивными. То есть если у вас есть какой-то один поток, вот здесь он тривиальный, а равно 1, есть другой поток, который сидит и ждет, когда у нас а станет 1. А стало 1, он берет, и b пишет 16. Третий поток сидит и ждет, когда у нас b перестанет быть нулем. Ну, то есть как бы второй поток ждет первый, третий поток ждет второй поток. И, соответственно, третий поток начинает что-то делать. Причем третий поток использует как а, так и b. А мы записали в первом потоке, b мы записали во втором потоке. И мы на основе этих переменных что-то хотим делать. Фишка в том, что значение переменной а там может быть не один. То есть если у нас как бы потоки друг от друга, получается, как-то транзитивно зависят, то изменение в первом потоке, оно в третьем далеко не факт, что будет вообще видимо. Поэтому с этим надо быть аккуратным. Здесь я привел список ссылок для тех, кто хочет покопаться поглубже. Здесь есть как ссылки на официальную документацию, так и на очень крутое объяснение по тому, как работает GMM. Ну, там, в принципе, такое гораздо более долгое, но и при этом более полное. Есть небольшой гайд, небольшая спека по тому, как у нас, собственно, в андроиде все это работает. Частично она повторяет позиции из JSR 133, то есть спецификации Java. Частично там просто в примерах накидано побольше. Там можно как бы посидеть, и там прям в коде у них есть вот типа это так, выполнится это так, посидеть, посмотреть, как это реально работает. Вот, ну и, в общем, еще там есть пара книжек. Вообще они как бы в основном написаны для тех людей, которые пишут компиляторы Java, но они, в общем, очень хорошо объясняют, как именно должна работать Java Memory Model. Потому что, ну, на самом деле, это одна из самых жестких тем вообще того, что у нас есть в языке Java. Поэтому, ну, в общем, не сильно такая удобоваримая вещь, но в эти книги хорошо описаны. Вот, ну, в принципе, это все, что я хотел рассказать. Вот, пишите, пожалуйста, многопоточный код правильно, и у вас будет счастье и радость. Спасибо за внимание, задавайте вопросы. Скипнуть ненужные операции — это уже оптимизация немножко другого толка, да? То есть здесь сейчас про это речь не идет. Ну, во-первых, то, что там на первом слайде было, оно более такое спекулятивное. На самом деле это может быть, да. То есть у нас операции чтения и спамяти, они долгие, а операции там сложения и умножения, они у нас быстрые. Ну, сейчас, потому что у нас дал век, это регистровая виртуальная машина, да, поэтому эти регистры, они обычно лапятся на регистры процессора, и это просто вот так работает. Соответственно, если мы говорим, что нам надо сочетать из памяти какие-то два значения, то вот эти операции чтения, они там на порядок, даже на два, могут выполняться дольше, чем, собственно, выполнение потом альфметических операций. Поэтому мы что хотим, грубо, да, мы хотим заказать чтение двух переменных одновременно, да, но когда они обе пришли, мы начинаем выполнение дальше. Ну, это, может быть, это не лучший пример, да, то есть вот пример, например, с тем, когда мы инвертируем условия и сначала пишем то, что было написано в условии, да, а потом, если условие не выполняется, то откатываем, вот этот, да, ну да, да, то есть это как бы предсказание ветвлений, то есть то, что было на первом слайде и потом вот все эти примеры, да, это как бы, ну, вокруг этого может быть некоторая вес из других каких-то методов, функций, да, которые вот делают эту оптимизацию правильно, просто независимо от их наличия, как бы речь идет больше о том, какие оптимизации возможны. То есть такие оптимизации, они не запрещены, как бы, и, соответственно, понятно, что если мы напишем код A равно 1, B равно 1, вряд ли он выполнится, B равно 1, A равно 1, но если в этом коде ничего другого нет. Ну, да, но в конце концов все равно, то, что мы на Java написали, оно в любом случае в нативный код превращается, поэтому... Еще вопросы? Ну, в общем, что, если вдруг, да, можно писать мне на почту, я отвечу или на Hubr куда-нибудь. Вот, да, ну все, спасибо.